Сегодня интересный человек с интересной темой для интересных людей в интересном месте. Вот какое-то такое очень большое, такое длительное совпадение звезд. Я хочу вам представить замечательного человека, который является для меня лично очень большим экспертом в сфере взаимоотношений, особенно в сфере таких самых необычных взаимоотношений в этом мире, это взаимоотношения учителя и учеников. Я хочу поприветствовать вас всех, потому что, чтобы прийти на эту тему, тоже уже нужно быть необычным человеком, поэтому давайте сначала друг друга поприветствуем. Я хочу представить Олега Сульцова, который приехал к нам из Москвы. И в Москве я сама лично смотрела этот семинар по дискам, которые вы проводили в Москве. И я видела, сколько там заинтересованных лиц тоже, и как эта тема раскрывалась, как она становилась не просто, сейчас это модная тема, как это ни странно, как она становилась действительно такой сердечной, глубокой, искренней, ненадуманной, а именно такой практичной. С другой стороны, это действительно очень высокая тема, очень практичная. Я не буду больше засорять эфир, потому что, конечно же, все пришли послушать Олега, поэтому давайте поприветствуем Олега Сульцова. Как найти духовного учителя? Я буду вот этот микрофон, да, говорить? Вот этот? Тогда я без микрофона. Пока без микрофона буду говорить, потому что не сделали еще микрофон. Все нормально, да? Все нормально, я говорю. Вот после такого представления даже не знаю, что сказать, что хочется что-то хорошее сказать. Очень хорошее хочется что-то сказать. Очень рад вас всех видеть. Несмотря на бурю, мы все приехали на снег. Вот. Мы будем говорить о том, как найти духовного учителя, и может возникнуть вопрос, почему это должно быть интересно, и кому это вообще интересно, актуально. Ну, вообще, это интересно для всех людей, для всех людей, кто попадает в трудные ситуации. А трудные ситуации случаются каждый день. Просто встаешь рано утром – уже трудная ситуация. Не хочется вставать. Что делать? И вот эти два вопроса – кто виноват и что делать? Это значит, что человек ищет духовного учителя. Он просто не знает, что это так называется. Он говорит, а к кому обратиться, чтобы разобраться, что мне теперь надо делать? Вот это и есть искать духовного учителя. Это для всех важно. Я не знаю, почему так немного пришло. Это актуально для всех. Также это актуально для тех людей, которые встали на путь духовного развития. И, естественно, как-то хочется разобраться в той традиции, к которой вы как-то подключились, да? Вот как это правильно всему этому следовать. Не работает? Нет. Да и Бог с ним. Может слышно же, да? Зачем это микрофон? Для заучников. А, для заучников. Вот тогда вот здесь вот сядь, чтобы уже так вот как-то на расстоянии. Вторая — это для тех, кто встал на духовный путь, и им как-то хочется в этом лучше разобраться, и нужен какой-то специалист для того, чтобы в это понять как-то больше. Ну и, конечно же, вот лично я переживаю, так как вот нам сказали популярная тема «Духовный учитель», то есть много обманщиков, которые и так немногие как-то ищут, у кого-то спрашивают. Вот в основном люди собираются сами во всем разбираться, да? Вот. А те, кто собирается спрашивать, порой натыкаются на тех, кто вот эту вот потребность эксплуатирует своих личных интересов. И вот я лично переживаю, когда люди обманывают и как-то наживаются на них за счет их вот этого искреннего желания. И как выглядит «Духовный учитель»? Важно знать, чтобы, первое, спузнать, а что делать. Второе — разобраться вообще, что такое духовная жизнь, как ее лучше практиковать. Ну и также знать, чтобы не натолкнуться на обманщика. Подделки как бы тоже существуют. Вот. Поэтому мы будем разбирать эту тему. Практично, чтобы было. То есть идея этого, двух этих лекций в том, чтобы в конце концов, первое — разобраться, как он выглядит. А второе, соответственно, как его найти здесь, в Алмате. Понимаете? Вот. Очень практичная цель. И для того, чтобы этой цели достичь, у нас будет несколько пунктов. Сначала мы ответим на вопрос «Кто? Кто духовный учитель? Какие они бывают?» Обязательно нужен ли живой человек, или достаточно, чтобы он в сердце был? Мы разберем вот это вот. Кто? Как он? Какими качествами обладает? Второе. Я что-то отвлекаюсь. Ну ладно, что делать. Второе. Мы будем говорить о качестве. Мы будем описывать качество. Для того, чтобы вы могли, если вы вдруг встретите таких людей, понять, а он такой или нет. Как он ходит, как он говорит, как он общается с другими людьми, как он к деньгам относится, летает он, в каких одеждах он. Вот всё-всё-всё-всё-всё. Вот это вот. Вы узнаете вот из второго пункта качества такого человека. Ну и, естественно, третий – это как найти. Как найти? Я поделюсь с вами практически личным опытом, вот, как это сделать. И многие люди, которые пользовались этими советами, пишут мне письма и говорят, ну, спасибо, что подсказали, у нас всё получилось. Вот, вы узнаете, как на практике это сделать. Если нам повезёт и останется ещё чуть-чуть время, я вам расскажу о том… Завтра, вот это вот всё, уже завтра, конечно. Я вам расскажу о том, как общаться с ним эффективно. Что одно дело – встретиться. Вот, а для того, чтобы перенять то знание, которое есть у него, что нужно сделать, да, где там это USB-порт, да, чтобы перекачать, да, всё, что полезно. Как общаться? Вот, и всё это ради того, чтобы вы разобрались, кто духовный учитель и как его найти, для того, чтобы вы могли ответить на свои вопросы, да, что делать, чтобы вы могли разобраться в духовной традиции, для того, чтобы вы не попали на обманщиков. Вот такой план у нас. И сегодня мы будем говорить о том, кто такой духовный учитель, и приступим к теме также качества духовного учительства. Аржан, у меня такое чувство, что можете закончить всё это. Да-да-да, просто вот внутренняя убеждённость, а? Да, потому что, ну, не судьба, значит, а что делать? Всякое бывает в жизни. Записи посмотрим, мою запись потом скинем. Ссылку на запись. Вот, и перед тем, чтобы разбираться, надо начать с определений. Начать с определений. Можно, чтобы ребёнок не кричал? Всё так, на всякий случай. Чтобы меня не отвлекали. С определений. Давайте дадим определение «духовный учитель». Это состоит из двух слов. Первое – это «учитель», и тут всё понятно, да? Представляете, учитель кто такой, да? Стучит вот так вот по доске, да? Говорит, идите тихо, не шумите. Вот, это учитель. Он чего-то учит, да? Правильно? Ну, вот что такое «духовный»? Вот слово «духовный» непонятное. Я думаю, у каждого из вас, тех, кто сидит здесь, есть своё представление о том, что такое духовность. Ну, если мы сейчас начнём разбираться, знаете, рефлексы устроим, а что по-вашему духовность? И тут начнётся, а я думаю, что… Да нет, вы не понимаете ничего, да? Давайте разберёмся в духовности. Духовность в смысле от слова «душа», да? Душа. Ну, тоже ничего не понятно, что такое «душа». Ну, давайте начнём с этого. Душа. Мы не будем сейчас как бы вдаваться, допустим, в христианстве, там есть разница «дух» и «душа», да? Мы не будем в такие, прям вот такие подробности, да? Под словом «душа» давайте будем иметь… Ну, то есть, смотрите, есть «дух» и «душа», да? Допустим, потом говорят, что у животных нет души, да? Или у женщин нет души, тоже говорят. Ну, не у всех, по крайней мере. Поэтому есть разные какие-то такие определения. Определение, давайте мы дадим такое определение душе. Душа – это жизнь. Да? Жизнь. Нормально? Вот это вот вы живые, нет? Вот это сознание, слово «сознание» и будем по словам «душа» имеют слово «сознание». Нормально? Ну, чтобы как-то не путаться вот в этих всех разных представлениях. Душа – это сознание. И, соответственно, есть целая наука даже о сознании, называется психология, да? Психология – наука о сознании. Или о душе, можно так использовать это слово. Ну, давайте посмотрим, что такое вообще сознание, да? Что такое сознание? Как вот понять, вот орган, живой он, кстати, или нет? Как вы думаете? Есть там сознание? А какие признаки, что там присутствует сознание? Давайте проанализируем. Проведем с вами такой исследовательский момент. Вот. Сейчас мы не будем себя исследовать. Давайте. Почему вы думаете, что там есть сознание? Он реагирует на вашу жизнь. Реагирует, да, как-то? Среагировал. Наимя среагировал. Окей. Еще какие? Моргает. Моргает. Действует. Да. Еще какие-то признаки есть? Понимает шутки. Понимает шутки. То есть способность понимать, да? Ага. Еще? Разговаривает. Разговаривает – это значит, что он реагирует на деятельность какая-то ответная есть, да? Еще что-то можно сказать? Мысли. Как вы догадались? Он думает о тиммагазине или о тиммагазине. Про магазин, да? Как включить микрофон. Как включить микрофон, да? Ага. Посмотрите, что у нас получилось. Что есть такой момент, как реагирует на раздражители, да? Чувствует. Давайте назовем это слово. Чувствует. Воспринимает реальность. Чувствует. Чувствует. То есть воспринимает окружающий мир. То есть он как бы… Да, вот что-то есть. Второе, вы говорили, что он как-то внутри, это информация, которая в него поступает, анализирует, да? Это размышляет. Вот он как-то берет эту информацию, что-то с ней там делает. Это мы напишем «думает», да? Думает. И сюда вот анализ, там, размышления, всё это. И потом что он ещё делает? Смотрите, воспринял, да? Подумал там, да? И вот это вот, да, это называется воля изъявления. Чувствует, думает и желает. Желает означает, как-то проявляет свои «хочу», «не хочу», «нравится», «не нравится». Воля изъявления называется. У неё есть воля. Воля от… ну, в смысле, желания. Желания. Вот эти три признака, вот так вот сходу, да, говорят о том, что у Орлана есть сознание. Или что-то ещё можно добавить? Вот под эмоции, эмоции тоже же, да? Ну, это вот воля. Это вот то, что человек как-то там, о, что-то на меня внимание такое, он так вот… Не очень нравится ему. Посадите сюда поближе, здесь вам как раз место больше достанется. Смотрите, у нас микрофона нет. Энергетические лучшие, стратегические сидения здесь. Чувствует, думает и желает. Вот это под словом «сознание» веды имеют в виду вот как раз вот эти три признака. Чувствует, думает и желает. Вот давайте теперь с этой точки зрения проанализируем. Вот у женщин есть душа? Есть, они чувствуют, думают и желают. А у негров есть? А у кошки? Таракана? Видите, вот как мы уже узнали, где душа присутствует. То есть под словом «душа» мы имеем в виду сознание, да? Там, где есть чувство, думать и желать, там присутствует сознание. Вот здесь вот у этого предмета есть сознание? Точно? Есть, но нет. Вот всегда вот кто-то в аудитории вот такую версию высказывает. Всегда. И говорят так, что мы просто не чувствуем. Мы просто не знаем, а вдруг он чувствует. Да? Чувствует, думает и желает, просто мы не замечаем это. Да? А кто-то вложил свою душу, делая его. Это другой момент. Это другой момент. Мне всегда с детства казалось, в школе учили, что это неодушевленное предмет. А мне все время казалось, что неодушевленное почему-то. Да. Ну, то есть, конечно же, это неодушевленный предмет. Я сейчас не утверждаю, кто-то, если вот хочет, думает, что там кто-то живет тоже, да? Нет проблем никаких. Для нас сейчас это не так важно. Для нас важно, что мы живые. Да? Вот это мы как бы вот, это уж точно, да? Че все признаки есть. Но здесь, я бы так сказал, что здесь тоже присутствует жизнь, но не его жизнь, а того, кто его делал. В компьютере тоже же, компьютер же думает. Сейчас даже уже, ну, артачится этот компьютер, он не хочет подключаться. Видите, у него как будто есть своя какая-то вот, да, жизнь. Но эта жизнь почему из компьютера, почему в материи появилась жизнь? Потому что кто-то живой его запрограммировал. Это не его жизнь. То, что компьютер вот так реагирует, это не его реакция. Это реакция, а? Ну, наоборот. Подождите. Это реакция того, кто его сделал. Как кто-то живой. Поэтому мы не будем сейчас в эзотерику впадать, да, что такое везде там есть кто-то живой. По-простому будем. То есть если там нет признаков жизни, значит там нету сознания, да? А если мы где-то видим признаки жизни, значит там либо есть там сознание, либо кто-то сознающий туда вот чуть-чуть своего сознания вложил. И с этой точки зрения, ну тут посмотришь, везде что-то двигается, значит везде кто-то свое сознание вложил. Что вы хотели спросить? А растения от деревьев? А растения от деревьев? А растения от деревьев, но это конкретно живые. Потому что подключали приборчики к растениям. И растения реагируют. Знаете, на некоторых обижаются. Знаете там кто-то приходит откусить что-нибудь. Они реагируют, говорят, ой, больно будет. А приходят палить, они радуются. Ну то есть там сознание, конечно, не так сильно развито. И веды нам объясняют, что в разных формах жизни сознание развито по-разному. И есть где сознание очень мало проявлено, в растениях, допустим. У собак уже больше сознания, да ведь? Уже чуть-чуть думают, да? Ну не как вот я, да? Но чуть-чуть уже думают. Не как мы, да? Это не как люди. Но чуть-чуть уже есть, да? Могут даже любить, уже есть эмоции, радоваться могут. И, соответственно, у человека сознание проявлено больше всего. Вот. Теперь, итак, мы договорились с вами, что под словом «душа» мы будем иметь слово «сознание». Сознание. Вот. И что же хочет сознание? Вот у вас у всех есть сознание. И чего вы, дорогие, сознание, души хотите вообще в жизни? Счастье мы хотим, счастье. Мы хотим действительно две вещи всего. Две вещи. Можете записать себе, если вдруг вы не знаете. Мы хотим, мы хотим. Любить и быть любимым. Ну, это да, это частный случай, но мы хотим, две вещи, смотрите, две вещи. Мы хотим, чтобы было как можно больше хорошо и как можно меньше плохо. Больше мы ничего не хотим в жизни. И для того, чтобы как можно было больше хорошо, мы начинаем чего? Менять тенге на евро, на всякий случай, чтобы на всякий случай сохранить. Мы меняем все время обои в комнате, чтобы там как-то уютнее нам было. Покупаем 151-ю кофточку, 354-е босоножки, чтобы как бы красивее было. Зачем это нужно? Ну, как? Ну, чтобы было хорошо. И мы купим там на пенсию, чтобы мне было плохо. А что, как я буду жить-то на пенсии? Непонятно. Надо запасаться порошком стиральным. Одна бабушка запасалась стиральным порошком, еще в те 90-е годы, в газете читал. И задохнулась. Под кровать поставила все это. И вот сэкономила жизнь. Стало меньше. Две вещи. Давайте, душа – это сознание. И у сознания есть всего две потребности. Чтобы было больше плюсов и чтобы было как можно меньше минусов. Согласны с этим, да? И это у всех-то. Если возьмете таракана, да? Ну, если где-нибудь у кого-то вдруг увидите, ну, в зоопарке, может быть, таракана. Ну, понятно же, дома у вас нет. Вот, вы попробуйте, знаете, ему вот так вот палец вот кустиком поднести. Вот, что он будет делать, интересно? Ну, что он не хочет, чтобы на него надавили. Видите, соображает, будет плохо. Вот. А чтобы было хорошо, он залазит куда-нибудь, где сахар есть. Да, ведь? Вот тараканы точно так же. А растения точно так же. Замечали? Они могут огибать что-то, да? Здесь ярче светит, поэтому они сюда разворачиваются. Здесь плохо, они здесь съеживаются. Они сбрасывают листья, когда там, ну, зима начинается. Ну, что, ну, как бы экономить надо. И новые листья, когда лето начинается. Это простая вещь. Итак, смотрите, душа, значит, сознание и душа хочет две вещи, чтобы как можно было больше хорошо и как можно меньше плохо. И получается, что духовный учитель — это кто? Это тот, кто может научить, чтобы было как можно больше хорошо и как можно меньше плохо. Духовный учитель — это тот, кто учит жить как душа. Да? Научите меня жить как душа. Научите меня, чтобы как можно было больше хорошо и как можно было меньше плохо. Вот кто такой духовный учитель. Согласны? Да. Очень просто все. Но возникает, конечно, вопрос. Но у каждого свое понимание хорошо и плохо. Для кого-то босоножки 355-е, вот, это хорошо. А для кого-то машина Бугатти. Знаете, Бугатти, да? Два с половиной миллиона евро стоит. Самая дешевая машина в мире. Кто-то думает, что нет, я хочу, знаете, мир в сердце. Вот это хорошо, да? Слышали такие вещи? В гармонии жить с собой. Вот кто-то хочет. Кто-то хочет в гармонии жить с Богом. Ну, разные вообще версии есть, да? Почему такие разные версии, если мы все хотим быть счастливыми? Почему такие разные версии? Потому что у каждого человека свои представления о том, какова природа сознания. Вот важный момент для себя, отметьте, природа сознания. Что значит природа сознания? Это значит понимание, а что генерирует сознание? Откуда это сознание берется? И что этому сознанию… Можно потише? И что этому сознанию нужно для счастья? Улавливаете этот момент, да? Конечно, никто, кто гуляет на улице, он не думает о том, что «О, кем я себя считаю?» Вообще это в голову не приходит. Он просто живет, да ведь? Я не думаю, что кто-то таким самоанализом занимается по вечерам. Кто я такой? И вот телек смотрит, и все. Но хотя люди не занимаются самоанализом, каждый из них себя кем-то считает. И все его поступки, которые он делает, продиктованы с пониманием, кто он такой. Просто человек себе не отдает отчет. Но мы специально с вами будем анализировать, будем приводить признаки, по которой можно понять, о кем я себя считаю, кем, кто я, сознание, откуда я, да? Что мне надо для счастья в моем понимании? Вот об этом мы будем говорить. И по этим признакам, соответственно, мы поймем, о кем я себя считаю, и, соответственно, какой мне нужен учитель жизни, да? Который научит меня, чтобы у меня было как можно больше хорошо, по моим пониманиям, и как можно меньше плохо. Потому что как мы найдем учителя, да, если мы не понимаем, а чему учиться-то? Их же много, они такие разные. Вот этих учителей жизни полно. И какого из них мы хотим найти? Видите, да? Как мы будем определять, это тут или нет? Что там? Не сходится что-то? Здорово. Сейчас есть вопросы перед тем, как мы начнем это делать? Все ли понятно? Пока логика ясна, да? Разное понимание источника сознания. Кто я, да? Кто я? Разные понимания. И мы будем разбирать с вами четыре варианта. На самом деле есть четыре, всего из четыре представления, откуда сознание берется. Полно философии. Но эти все философии, если их анализировать с точки зрения, что они говорят о природе сознания, всего четыре. Их там в каждом разделе, может быть много-много философии. Но принцип всего четыре. И первое представление о том, что такое сознание. Я думаю, оно всем знакомо, всем знакомо. Мы это учили в своей школе, да? В советские времена. Квадратиком я буду обозначать, ну вот, неодушевленную материю, да? Вот такую. Вот это. Чувствуете, он неодушевленный, да? Хотя, Бог его знает. Неодушевленный, будем считать. Вот. И круглешочком, таким кругом, я буду обозначать сознание, признаки жизни, о которых мы говорили, которые хотят счастья и которые не хотят горе. Вот. И первое представление, что сознание является порождением материи. Что существует мертвая материя, вот, неодушевленная, тупая, простая. Вот. И в какой-то момент эта материя усложнилась, усложнилась в какой-то момент, и неожиданно появилось сознание. Вот такая версия. Мы сейчас в этом мире знаем это как теория эволюции Дарвина. Вот. Но эта философия не нова. Они также говорятся в Бхагавадгите, что в те времена, да, во второй главе, мы сейчас узнаем с вами, вот, говорится об этой философии. Это философия, как сказать, стара, как мир. Просто в разные времена она по-разному называлась. Но идея та же самая, что все появилось из неодушевленной материи. И даже вот этот Дарвин, который ее, как бы, придумал, кстати, он потом от нее отказался. От нее отказался, но его, как сказать, Гексли, был такой человек, он ее популяризировал, потому что людям она очень понравилась. Очень понравилась. Потому что она дает, ну, мы же люди, у нас интеллект есть, да, у многих. Вот. И если мы что-то делаем, надо как-то философски объяснить, почему я это делаю. А это суперфилософия, помогающая объяснить многие вещи, которые я делаю. И согласно этой философии… То есть в теории эволюции, что человек венец в творении. Да, да, да. Царь природы, да, да, да. Царь зверей и все такое. Ну, соответственно, было ничего, был взрыв. Потом он эволюционировал до Дарвина. Сначала до Абессиана, потом до Дарвина. Ну, как бы такая цепочка. И вот, значит, смотрите, что получается, что я, сознание, существую в течение 70-100 лет. Да, ведь? То есть меня не было до того, как эта материя усложнилась, да, и меня не будет после того, как она распадется. То есть я существую 70, ну, максимум 100 лет, если я где-то в Японии живу, или на Кавказе, ну, 100 лет, да. И потом меня больше никогда не будет. Вот такое представление о сознании. К чему, что для такого сознания, что для него счастье? Что для него счастье? В чем счастье? Если я являюсь порождением этого тела, я высокоразвитый белок или углерод. Углерод. Углерод, видели? Уголь у вас топит углем. Тут пахнет все время. Все время пахнет, и прилетели в Алматы, когда я пришел, что-то пахнет Индией. Потом я понял, что это не Индия, это просто угли топят углевым. И вы, может, не замечаете, уже он очень сильно пахнет. Вот. Мне нравится этот запах. И вот видели уголь, черный такой, да? Вот вы тоже самые. Просто высокоразвитые. Вот если уголь как-то его так вот быстро-быстро что-то с ним делать, да? Потом раз, и получится сознание. Вот есть простой, видите, вот ручка такая, вот так вот открывается, да? Вот. Она тупая, там нет никакого сознания. Но если вы будете быстро-быстро это делать, то в какой-то момент эта дверь оживет. Скажи, ты что, достал вообще? Закрой дверь. Понимаете, да? Это я уже до простого объяснения, чтобы для вас понятно было, кто мы такие. Дорогие, развитые двери, белки, углероды. Такова теория. Родились из, мы появились, мы сознание, продукт неодушевленной материи. И что нужно нам, неудушевленной, развитой, неудушевленной материи, что нужно нам для счастья? Чтобы моему телу было хорошо, это будет счастье, и чтобы как можно меньше было дискомфорта для моего тела. Согласны? Потому что ведь я, ну вот как бы я вот это вот всё, и я вот от него, от него всё идёт. Если его разрушить меня не будет, страшно, не хочу. А если вот так вот комфорт, хорошо. Кому будет. И самый такой, как бы, крайний вариант таких людей, ну уж самый крайний, таких уже тут, наверное, нет, это эгоистичные люди. На самом деле животные, они придерживаются такой точки зрения, очень эгоистичные. Они живут только своим телом. И чем больше человек сосредотачивается на интересах своего тела, тем неприятнее с ним находиться. Вот вы сидите с ним, да, он вам взял что-нибудь откусил. Ну, кушать захотелось, понимаете? Он не взял, он как бы думает о том, как бы покушать ему, да? И вот вы как бы вот рядом сидите. Он откусил что-нибудь, ухо. И говорит, ой, хорошая еда, вот есть рядом. Но это уже таки крайний вариант. Их называют эгоисты. С ними неприятно, они ведут себя неприлично, потому что им всё равно, они думают только о себе и других не видят. Понимаете, да? Чем больше сосредоточен на себе, вот на себе видишь свои желания. Здесь написано «хочу», да? Вот так вот смотришь, и никого больше не видишь. И идёшь на пропалую просто, потому что хочется очень сильно. Более экологичные варианты, когда человек всё-таки понимает, что есть я, да, а есть ещё с этим телом кто-то связан. Жена, дети, мама, папа, бабушка, дедушка – это наши. Почему они наши? Потому что они с нашим телом связаны. А я же тело, да? Ну вот, они тоже наши. И, соответственно, ради наших он готов на жертвы. Согласны ведь, да? Он готов поститься, он готов даже жизнь пожертвовать ради Родины. Ну потому что наши также и наша Родина. То есть есть люди очень с таким широким сознанием. Да, мы как бы все из одной материи произошли. Мы все казахи, или мы все русские. Поэтому это наши. И надо, чтобы нашим было как можно больше хорошо, а не нашим. Пусть им будет плохо. Да? И вот он по отношению к своим будет хорошее качество проявлять. Он может даже отдать свой пирожок ребёнку своему хорошее качество. Уже как-то вот. Но если он очень сильно сосредоточен на себе, да? На своём теле. Он может и близкому ничего не отдать. А может и у отца родного что-то забрать. Такое бывает тоже. Это то, как они живут. То, как они живут, они живут интересами своего тела, чтобы комфорт был, ну или интересами своих. Своих. Вот это вот с ними они хорошо себя ведут, потому что это тоже я. Им надо хорошо делать. Хорошо для тела при том. Чтобы для их тела, для их эмоций, комфорта было хорошо. И особенность этих людей также в том, что они не верят ни в какие законы вообще природы. Ну, может, там есть законы тяготения, может, да? Но вот эти вот всякие, надо вести себя хорошо, да? Там мораль какая-то. Для них мораль – это просто… Ну, люди договорились, чтобы не подраться. Надо же как-то вместе хорошо жить. И чтобы мы не подрались, да? Соответственно, ну, давайте не будем, ну, как бы… Что не будем? Ну, красть друг у друга, да? Ну, неприятно. Давайте не будем это делать. Давайте будем, ну, слушаться царя, вот, для того, чтобы мы как-то могли вместе комфорт устроить. Но как только, как только, так как это не абсолютные вещи, это просто относительно, люди договорились, как только очень хочется, то можно. Вот такая мораль. Относительно, мораль относительно. Относительно, если очень надо, то можно делать. Все, что захочешь, потому что, а кто? Ну, самое главное же, чтобы комфорт был нашим или мне. Поэтому эти правила, они вторичные. Как этот человек с таким пониманием относится к Творцу? Кто для него творец? Нет, нет, Творец, кто для него? Кто его сотворил? Нет, его сотворил неодушевленная материя. Как он будет к источнику, который его породил, будет относиться? Как он, такой человек, относится к своему Творцу, к материи? Сколько ты видишь, сколько? Да, да, да. Потому что я же царь природы. То есть тупая природа. Ну да, я, конечно, меня она как бы, как сказать, эволюционировала, да? Но я-то сейчас уже венец природы. Поэтому, вот если вы были в институте, ну, может быть, вы учились в институте, там на первом уроке всегда объясняют, как это называется, аксиомы науки, да? Аксиомы, как бы основы науки, да? В чём идея науки, научного подхода. Помните, там три вещи говорят. Первое, говорят, что человек — это венец природы. Первое, говорят. Второе, так как он венец природы, это самое сложное, да? То всё остальное, оно познаваемо. Раз я самый умный, то, значит, я всё могу познать своим интеллектом. И третье, мне нужно изучать природу своим интеллектом для того, чтобы лучше её эксплуатировать. Прямо так и написано. Ну, представляете, человек с таким вот отношением к миру подходит к природе. Понимаете, да? Вот это его стиль жизни. Он берёт, значит, природу эту, и для своего комфорта он её использует. И мы понимаем, как это проявляется. Можете посмотреть там всякую экологию, ещё что-нибудь посмотреть. Это такое отношение его к Творцу. Ну, то есть, кроме меня никого разумного нет. Есть какая-то тупая энергия материальная, её надо как-то в генераторную машину, да? И чтоб из неё как бы брать электричество. Вот и всё. Как он к другим относится? Ну, если это наши, то как бы надо им комфорт какой-то. Если эти наши, допустим, будет что-нибудь другое. Это их отношение к жизни. Соответственно, кто для такого человека гуру? Кто для такого учитель жизни? Учитель жизни для такого человека – это тот… Значит, смотрите, есть как бы от каждого нашего действия есть эффект быстрый. Ну, допустим, вы берёте яблоко, да? Такое алматинское, да? Такие яблоки, я помню, были такие по 2 килограмма. По килограмму точно, по килограмму. В 70-е годы, когда я был маленьким мальчиком, мне привозили с Алматы яблоки. И они были 800 грамм, килограмм. Вот. Как моя голова была, яблоко. И вот вам принесли такое яблоко. Вы откусываете его, да? Какая реакция приходит сразу же? Вкус. Согласна, да? Вот. Это первая реакция. Потом могут прийти другие реакции. Если это яблоко оказалось опрысканным, да? То у вас могут через 2 часа прийти другие реакции. Может даже тяжелые реакции. Может даже в больнице оказаться. Вот это те, которые быстро приходят в реакцию, называют словом преес. А те, которые чуть попозже приходят, называют словом шреес. Так вот, учитель, ну, понятно, глупец, который не разбирается в жизни. Ну, ему 70 лет надо прожить. И он, значит, там все в рот тащит, да? И водку там, да? И сигареты. И думаю, ну, классно же. Ну, а что потом? Надо же уметь пить-то вообще. Там молодой парень, они с друзьями купили вот этот вот, как его называют, энергетический этот. Да, да, вот что-то такое. И он, значит, помнит, он только помнит, когда он отхлебнул, да? Вот. Остальное он уже в больнице оказался. У него расплавились эти вот протоки желчного пузыря. И он сейчас всю жизнь этим, с дыркой в пузе. Вот. Они уже не восстанавливаются. Ну, как так вот получилось, что вот так у него организм среагировал на энергетический напиток. И вот, соответственно, вот глупые люди, они, вот мы про них говорим, вот про этих людей, которые сильно не разбираются, они как бы не думают вообще ни о чем, да? Они просто хватают, что там реклама говорит. Вот. И потом раз, и страдают. Быстро. Поэтому надо учиться у кого? У тех, которые хватают, но думают. Которые специалисты. Специалисты в том, как эти 70 лет прожить так, чтобы как можно было лучше, как можно было дольше. И эти люди, они должны быть, первое, образованными в своей области, да? Ну, то есть, если он выпивает, да? Он умеет это делать. Чтобы как, чтобы можно было, как, можно больше, да? И меньше страдать, и больше насхождаться. Если он играет, я не знаю, на бирже, то он умеет это делать. Если он хорошо может, там, не знаю, семейные отношения, он разбирается в этом, надо у него учиться. Если у него тут через год все расходятся, да? А он уже 20 лет живет, как он умудряется? Надо спросить, наверное, да? Вот. Если здоровье, надо посмотреть, а как мне, вот я что-то быстро состарился, может, что-то можно как-то сделать, да? Нужен специалист, у него должно быть образование, да, в определенной области. И у него должно быть также, ну, эффект какой-то. Но он сам как-то жив, здоров, да? У него хорошая семья, у него много денег. Какой смысл? Учиться, как зарабатывать деньги у нищего. Зачем? Если такой умный, почему ты такой бедный? Согласны? Поэтому у кого надо учиться тому, как жить, как высокоразвитый белок, у того, кто умеет это делать здесь и страдает меньше, восхождается больше эти 70 лет. Вот у таких людей надо учиться. Вторая, есть вопросы? Понятно ли? Уловили, да, его менталитет. Это все вытекает. Никто из них не думает, что я считаю себя порождением материи, материальной энергией. Никто так не считает. Но по признакам можно понять, что он исповедует эту философию. Он считает себя высокоразвитой материей. Даже если он считает, что он относится к какой-то духовной традиции, может быть? Есть смеси. Мы сейчас узнаем, что есть смеси этих философий. Вот есть смеси. Ну вот в чистом виде он... Ну какая религия? Что вы ерундой занимаетесь? Я же царь природы. А это то, что меня породило, ну... Это же мертвое. То есть, творца вообще нет в его, в смысле, живого творца в его сознании нет. Это то, что мы называем атеизм. Притом вот такой вот. Надо прожить эти 70 лет так, чтобы было классно. И если человек придерживается этой философии, ему надо учиться у успешных людей, которые умудрились прожить эти 70 лет, страдая меньше, он скажет, да, есть больше. У них надо учиться. Вторая философия, она говорит, другое представление о том, откуда, что является источником сознания. Это представление о том, что сознание является такой... Сейчас я вот два квадратика нарисую, а круглышочек вот так вот посрединке. Что сознание является тонкой энергией. Тонкой энергией. Эта тонкая энергия не умирает, когда разрушается грубое тело. Ну, вы знаете, да, есть такая вещь, как реинкарнация. Вот. И это то, что обычно, под словом, как бы, духовность, говорят, да, это вот что-то такое, вот оно там живет, и когда я умру, оно не умрет. Вот оно не умрет. Это, конечно, буду уже не я, да, но оно не умрет. Какая-то душа там уж. И вот это вот представление, что оно говорит, да, есть ли вообще основания для таких представлений, да, есть ли основания. Ну, вот есть там, приводят пример, люди вспоминают свою прошлую жизнь, да, под клиническая смерть, да, когда раз вроде тело уже не функционирует, а как бы там вот чувствовать, думать и желать происходит. И когда тело опять раз сожило, говорит, а я вот там летал, я то увидел, да, ну, вот необычные вещи. Потом люди под гипнозом вспоминают свои прошлые жизни. Ну, знаменитый вот этот Моуди, да, его зовут? Датичка такой, ученый. Вот целую книгу написал, и вот там люди вспоминают вот это вот прошлое, свои воплощения, и он даже проводил эксперименты, приезжал туда, о чем они говорили? Там одна женщина из Шотландии, это я видео видел, видео есть фильм, вот, и там женщина из Шотландии, извиняюсь, из Америки, заговорила на непонятном языке, вот пригласили, значит, специалистов под гипнозом она заговорила, специалисты датировали, это 15 век, Шотландия, там какой-то такой язык, вот тех времен. Эта тетенька никогда в жизни не выезжала из Америки, поэтому ему стало интересно, я вывез ее из Америки туда, в Шотландию, вот, нашли они то место, о котором они говорили, разрушенный этот замок, там он остался вспоминать, о, точно, вот, и там на том же языке, вот. Есть много таких примеров, и, соответственно, вот это вот тело грубое, вот, там говорят, мы мозг, вот эти вот, те, кто высокоразвитый белок, да, они говорят, что я вот там в мозгу нахожусь, вот я в мозгу, вот, и оказывается, мозг это просто клавиатура, вот, на компьютере клавиатура, видите, клавиатура, да, и для того, чтобы я мог через, ну, общаться с телом, да, я нажимаю на кнопки, понятно, нахожусь на клавиатуру, разбить, это там иногда раз, отрезали кусок клавиатуры, или поразилось как-то там, разлили что-нибудь, капнули на клавиатуру, там, контакты застряли, да, вот, и не могу нажимать, что-то не работает, то есть мозг это клавиши, так они объясняют, и через эти клавиши сознание, вот, вот это вот источник сознания, вот, оно взаимодействует с этим телом, теперь, соответственно, как, что для него хорошо, для такого сознания, что ему хорошо, ну, ему хорошо, чтобы было как можно больше хорошо, для того тела, в котором я сейчас нахожусь, а потом, когда я, что, вот, следующее тело, в котором буду находиться, оно было бы получше, ну, где-нибудь, знаете, ну, хотел сказать, на Гавайях, да, есть представление о Гавайях, а сам не был, там говорят хорошо, вот, ну, где-нибудь там потеплее, да, и как бы, я не знаю, что такое, да, ну, люди говорят о райе, вот, во многих традициях, когда открываете Писание, говорят о райских местах, там, кисельные берега, там, да, или что там, молочные реки, кисельные берега, вот, ведах тоже там полно, в Коране есть хорошее описание, рай, да, то есть, в одну сторону посмотришь, 40 лет, можно смотреть, так интересно там все, вот, все интерес, 40 лет в одну сторону, потом в другую 40 лет, и так вот вся жизнь проходит, посмотрит по сторонам, и классно везде, и там, значит, ну, там, всякие насхождения, там, список, вот, и человек, который читает, думает, супер, все, как бы туда попасть, я-то, смотрите, это тело разрушится, я не останусь, и я могу попасть вот в такое хорошее место, где я смогу насхождать свое тело лучше, да, в ведах тоже приводится такие вещи, там, описываются эти реки из мангала, сока, у всех свои, как бы, темы, кому молоко, кому комы, из-за мангового сок, там, вместо песка, бриллиантовый песок, да, там, изумрудный, так, ну, красиво, короче, вот, красиво, проблем нет, и, соответственно, человек думает, как бы мне, ну, жить здесь получше, да, и еще потом, когда я получу, новое рождение, чтобы это рождение было получше, и в этом счастье, и, соответственно, он тоже думает о комфорте своих, себя, своих близких, но также он думает немного о будущем, о том, чтобы и в будущем это было хорошо, и для такого человека, так он относится к жизни, у такого человека появляется такая вещь, как мораль, и она неотносительна становится, это называется закон кармы, он понимает, ну, смотрите, если я себя веду как-то сейчас, да, от этого будет зависеть, какое будет будущее рождение, вот, и есть какой-то закон, они называют этот закон словом дайва, дайва – это божественность, божественность, да, а пурва также называют, также мы называем словом карма, то есть, есть некий закон, некий закон, и этому закону все здесь подвластны, соответственно, если я хочу, чтобы комфортно было сейчас, а еще будет комфортней в будущем, то мне нужно жить в гармонии с этим законом, в первом варианте, в котором там никаких законов не было, кроме моих, они все относительны, да, у этого человека появляется, есть какой-то закон, и его представление, если вы спросите, а кто для него творец, откуда появился он, если он не материя, да, грубая, то откуда он появился, разные есть варианты, и они говорят, что есть нечто, вот есть нечто, из которого появились и грубая, и тонкая материя, и кто-то говорит, разные философии по-разному, одни говорят, что грубая и тонкая материя, они были созданы друг для друга, для того, чтобы вот эта тонкая материя, что является сознанием, она могла насхождаться этой грубой материей, правильно, потом, ну, как бы это проходит, потом еще, ну, оно понятно, как карусель, там, то плохо, то хорошо, но как можно лучше насхождаться этой грубой материей, вот такое представление, если мы возьмем буддистскую философию, то там сознание появилось, как сгусто, как сказать, как узел, узел вот этой вот энергии кармической, и появилось сознание, если его распутать, этот узел, то сознание перестанет существовать, такова философия буддистов, вот, как оно, вот кто-то это сделал, вот этот кто-то, они мало чего о нем знают, они называют это закон, то есть есть нечто там, какой-то закон, вот, которым все подчиняются, и который нас всех сделал, для того, чтобы мы насхождались здесь, сейчас, и насхождались этим будущим, а вообще-то такой приличный человек, вот, очень аккуратный, вот, все делает правильно, справится, так, как бы, по-честному, платит всегда за проезд, всегда платит за проезд, вот, не бросая друзей, вот, даже если неприятно для чувств порой, да, вот сдал бы их всех, ну, как называется, в дом престарелых, а не сдает, потому что понимает, потом сдадут тебя, он понимает, есть связь, и надо, надо свой долг, надо долг выполнять, чтобы жить хорошо здесь, и жить хорошо в будущем, у какого человека, какого гуру для такого человека, для такого человека, у гуру, это тот, кто-то очень хорошо разбирается в законах кармы, не то, что он там выдумает свои философии, думает, ну, вот моя версия такая, нет, его не интересуют эти версии, его интересуют, а кто точно знает, кормолог его интересует, кормолог, человек, который в карме разбирается, морали, да, в морали, то есть, он там эти, всякие писания, которые мораль описывают, вот, и он в этом всем, вот такой, ему нужен высокоморальный человек, у которого он будет учиться, как правильно здесь жить, и не 70 лет, видите, для него будущее, шреис, это не то, что вот, как вот 70 лет, вот там, а потом хоть, хоть потоп, да, он понимает, потом потопа не будет, у меня был случай в жизни, когда я был подростком, подростки, они всегда так, очень, как сказать, неустойчиво психика, у нас немножечко, у подростков, да, вспоминайте, да, там, любовь, там, то все, вот, есть такие, очень резкие, какие-то эмоциональные, то подъемы, то спады, и что-то у меня было такое, какая-то депрессия, вот, я бы, надо наложить на себя руки, такая вот мысль возникла, я подумал, да, да, и все закончится, да, и все закончится, потом подумал, нет, все не закончится, все только начнется, я передумал, ну ладно, лучше уж я здесь потерплю, чем потом, я буду больше страдать, и это было меня, ну, спасло меня от этого глупости, вот, то есть, этот человек, его шрейс, он смотрит в будущее, его недостаточно 70 лет, знаете, эти, которые живут 70 лет, они думают, ну, никто же не узнает, я сейчас все наворую, да, а потом все кончится, и все, ничего не будет, это знает, не кончится, потом не кончится, поэтому мораль, и вот если человек придерживается этих представлений, что он, что он тонкая материя, вот, предназначен для того, чтобы хорошо жить здесь, ему нужен кормолог, астролог, там, кого хотите назовите, моралист, вот, который знает, как законы кармы работают, и у него надо учиться, как правильно жить в этом мире, вот, бывают, конечно, люди, обманщики, ну, они, ну, сейчас дойдем до обманщиков, третье представление, интересно вообще, спасибо, но мне очень важно, чтобы было интересно, давайте, да, корысть, чистой воды, полная корысть, правильно вы говорите, это прям, не то, что попахивает, это так он и есть, ну, то есть, он живет для себя, для своих близких, для, я вот делаю его, потому, чтобы мне было хорошо, конечно, да, да, и для него хорошо, что, комфортно, сейчас комфортно в будущем, согласен, так и есть, следующее представление о сознании, необычное, сейчас начнется, сейчас начнется, вот, трудный, то есть, первые два были понятны, сейчас пойдет, пойдет трудное представление, что, оказывается, сознание является трансцендентным, вы слышали слово трансцендентным, знаете, что оно означает? Трансцендентно означает за пределами материи, за пределами этого мира, это называется, хотите выключить и вообще нагреватель? Да, а? Конечно, кому холодно? Холодно, холодно и дышать, холодно и дышать, не всем хорошо, окошко закрыто, да? Давайте я открою дверь, никому нет, здорово, смотрите, еще раз, зачем я это все разбираю, для того, чтобы мы могли по внешним признакам понять, а какую, кем я себя считаю, и у кого я собираюсь учиться, да, не слышно, и у кого я собираюсь учиться, или может быть я хочу узнать, у кого бы я хотел учиться, из кого из этих четверых я хотел бы учиться. Вот, и третий вариант, представление, что сознание генерируется какой-то трансцендентной, трансцендентной означает нематериальной. У материи есть одно качество, вот видите материя, да, оно разбирается, оно кончается, оно все время меняется, это называется материя. А трансцендентная означает нет качества материи, означает, оно никогда не возникало, не возникает, не возникнет, оно вечное, оно не меняющееся. Вот это научный термин, нематериальный или трансцендентный, это научный термин. Там, где нет начала, середины, конца, что, что вечно, всегда существует. это определение трансцендентного. И вот, согласно этому представлению, сознание генерируется трансцендентной энергией. Это значит, что сознание не из этого мира, потому что в этом мире все время начинается все, потом заканчивается. Понимаете, да? Смотрите как. И чтобы объяснить эту философию, они говорят такую вот вещь. Вот вам же что-то нравится здесь, да? Все говорят, да, нам нравится здесь. Я показываю фломастер обычно и их спрашиваю, вот представьте, что здесь то, что вам нравится очень сильно в этом мире, очень нравится ваш любимый человек, любимая машина, кошка, работа. Все говорят, да, да. Представили, да? Представили, да? Представили. Вот. А теперь как вы себя чувствуете? И это всех ждет. Поэтому вот разумный человек понимает. Так, ну здесь вот все такое. Вы приходите, покупаете новую, не знаю, кофемолку, да? Вы покупаете и прям сразу думаете, скоро она сломается. Ну, кто ж так не думает? Правильно? А зачем покупать? Вы берете ее, потом, когда она ломается, вы неожиданно так расстраиваетесь. А что вы расстраиваетесь? Вы что, не знали, что она сломается? Нет, я не думал об этом. Я думал, она будет вечной. Или вышло что-то из моды, а что вы не знали, что она выйдет из моды? Нет, я думал, это вечным так будет. Ой, умер. А думали, не умрет, что ли? Ой, я умер, а ты что думал, не умрет, что ли, тело? То есть мы всегда так удивляемся, да? Это говорит о том, что мы хотим чего-то постоянного. Это неестественно для нас, хотим чего-то стабильного, да? Покупаем вещи постабильнее, да, чтобы они подольше служили. Хочется вечности. Вот. И вот этих вот людей, которые исповедуют такое представление о сознании, их называют словом трансценденталисты. Что же для такого человека будет хорошо? Какие версии у вас есть? Если я являюсь трансцендентным, да, не из этого мира, да, и мне нужны вечности, вот, а все, что касается начала и конца, все это меня как-то вот расстраивает, какие-то вечные удовольствия. Какие-то вечные удовольствия. Хорошо. А что для него будет плохо? Все материальное. Поэтому он будет стараться, такой человек, как можно больше отрекаться от всего, что имеет начало и конец, не связываться с этим, потому что он понимает, чем это все закончится. В монастыре. В монастыре тоже можно, кстати, к чему-то привязаться. То есть мы сейчас не говорим, где он живет, это могут быть даже и семейные люди, которые живут дома, работают на работе, но как они работают? Да, не для того, чтобы денег заработать и поехать там куда-то. Он работает, потому что надо пока коробку поддерживать. Коробку надо поддерживать. Но как бы он не думает, что это сделает его счастливым. Понятно, да? То есть для такого человека счастье, это как можно больше оторвать себя от материи, которая все время грузит меня вообще. Так они думают. И для него несчастье, это к чему-то привязаться. Что это значит, будущее страдания? Это опять какая-то карма будет. Это то, что для него хорошо, то, что для него плохо. Как он себя, как он к жизни относится? Он точно так же признает законы кармы, очень хорошо их знает. Поэтому он живет по законам. И такой человек занимается этим отречением. Он так живет, отрекается от мира. И что у него есть еще? Сейчас я посмотрю. Посмотрю свою прогалку. Отречение. Как он относится к Творцу? Творец. Кто для него Творец? Тоже некая сила. Он называет эту силу словом Браман. Браман значит величайший. Это то, что на арабском значит Аллах, Акбар. Акбар значит велик. Акбар значит великий. Браман то же самое. Величайший. Могущественный. Все охватывающий. Он понимает, что есть некая такая сила, из которой мы и зашли, и материя, и зашел я, трансцендентная частичка. И так уж получилось, что я здесь вот с этой материи сейчас завязан. Но вообще-то я не отсюда. И мне надо отсюда текать. И у вас тоже такие мысли появляются периодически. Когда вы приходите с работы, и там как обычно устали, а еще что-то там, кто-то там что-то не так сделал. Кто-то еще приходит домой, готовить надо. и вы приготовили, и все вообще так тяжело. И что хочется? Текать. Вот это вот как раз эта философия. Что хочется текать. Оставьте меня в покое, у меня уже достала эта вся карма, вот эти все привязанности, эти все крики, плачи, и все, мне уже все, мне надоело уже все. Вот это вот иногда такое, это вот эта философия. Ему надоела эта материя. И хорошо, хорошо вроде потом, плохо будет, надоело, можно я не буду с этим связываться. Вот такой человек, которому надоело. И он пытается отречься от этой материи. Периодически такие приступы бывают у каждого человека. Но есть те, кто, знаете, серьезно к этому относятся, и они свою жизнь посвятили отречению. Отречение посвятили. У кого надо, у кого надо учиться отречению? Понимаете, да? Если там кто-то, какой-то человек заявляет, сейчас я вас научу трансцендентной медитации, а сам он полностью там вот весь привязан ко всему, да? Чему он может меня научить? Знаете, как выглядит трансценденталист? Я вам расскажу историю. Значит, история такая. Значит, один, ну, как бы индийский город, да? Царь на склоне, ну, это как у нас кортедж, там, на Мерседесах, там, мигалки, царь вышел на склоне. Вот, народ его встречает, кидает цветы, вот, все кричат, празднуют, радуются, вот, и какой-то приезжий человек стоит, смотрит за всем этим и спрашивает у соседа, а что происходит? Что происходит? Объясни мне. Он говорит, ты что, не видишь? Царь на склоне едет. Чудо же! Царь на склоне? А, понимает, царь на склоне. Вот только не могу понять, а где царь, а где слон? Он говорит, царь и слон. Ага, понял. Значит, смотри, царь наверху, понимаешь, вот наверху, видишь, это царь, а внизу это слон. А, понял, значит, царь вверху, слон внизу. Понятно, понятно. А где верх, а где низ? Мужик, ну ты даешь. Сейчас я тебе объясню. Он, значит, этого ставит его на этот, на четвереньки, залазит на него сверху, говорит, смотри, вот я сейчас наверху, а ты внизу, понимаешь? А, понял, сейчас, понял, значит, ты наверху, я внизу. Да, вот только непонятно, где я, а где ты. Вот это называется осознание себя трансцендентной душой. Такой человек не видит разницы между собой и другими живыми существами. потому что почему мы видим разницу? Разница только оболочка разная, а как бы суть-то одинаковая. Но такой человек это видит. Такой человек это видит. И он испытывает, можно сказать, а есть ли в этом счастье? Да, говорят, что когда человек, я думаю, у вас тоже было такое счастье, когда раз, и уже не надо никуда идти, вы чувствуете такое чувство освобождения. Санскрит называется мукти. Просто не надо никуда идти уже. Просто можно сесть и ничего не надо. И ум перестал беспокоиться. Потому что ум на самом деле нас очень сильно грузит. То хочу, это хочу, и мы все-таки бегаем и беспокоимся. Желчный пузырь уже не работает, потому что очень много хочу. А тут раз, и ничего не хочется. После йоги такое бывает, немножечко похоже. Спокойный ум и классный на самом деле. и он говорит, что те люди, которые испытывают этого счастья, освобождения, это счастье называют словом Брама-нанда, то есть счастье от осознания Брамана, что он вечен. И это счастье, там есть такая шкала в ведах, шкала счастья. И для того, чтобы людям хотя бы немножечко объяснить, насколько они счастливы, они объясняют, что если по этой шкале взять единицу счастье это то, что чувствует какой-нибудь принц или как их называют в Арабских Эмиратах, как их называют? Шейх, шейх, которому 30 лет и у него там это своя как это называется? Все есть, у него нефтяная скважина, свои деньги, все есть. Вот что он, какое счастье может испытать на планете Земля, будучи шейхом, это вот за один счастливчик взят. Вот, вот самое большое счастье в этом мире, на Земле. Потом говорят, есть другие миры, ну они более такие, там райские их называют, ну, чтобы нам понятнее было, другие измерения, там, какие-то другие формы жизни, там испытывают в сто раз больше, в сто раз больше. И там на самых высших в тысячи раз больше. И творец этой Вселенной, там есть такой творец, его называют словом Брама, Брама творец, Брама, Брама мы говорили, а это Брама, творец Вселенной, вот который там за семь дней всё смастерил, вот он испытывает там в десять тысяч раз больше, чем здесь на Земле, в десять тысяч раз больше. Но, говорит, то счастье, которое человек испытывает, вырвавшись из этой материи, в миллионы раз больше, чем то, что испытывает этот Брахман. Это вторая философия, третья философия, что мы являемся трансцендентными, трансцендентными. Так уж получилось, что мы запутались в материи, поэтому все эти здесь приключения, вот, и цель счастья в том, чтобы вырваться от всё. И последняя, ещё одна философия есть, что же является источником сознания, какова природа этого источника сознания. Эта философия такова, что есть материя, есть сознание, которое тоже трансцендентно, но вот это сознание является частичкой большого сознания. Вот ещё одна философия, что есть некое сверхсознание, сверхдуша, на санскрите параматма, то, что обычно мы словом Бог называем, с бородой такой, старый в смысле. Но они не как с бородой, по-разному представляют, но какой-то некий источник, разумный, смотрите, разумный источник. То есть у этого источника есть разум, у него есть план, вообще желание, у него есть какие-то интересы. То есть есть разумный источник, из которого изошла как материя, так и эти сознания, ну, души изошли. И, соответственно, предназначение вот этого сознания в том, чтобы жить в гармонии с желаниями этого сверхсознания. То, что мы называем любить и быть любимым, да? Почему вот эта потребность быть нужным? Приходите домой, да? А никого нет вообще, никого нет. Ни кошки, ни мужа, ни детей, телефона, ничего нет, ни с кем вообще поговорить. Вот как оно живется так? Просто теряется смысл жизни, да? Почему женщины начинают вот так одевать на себя все, да? Потому что кто-то смотрит, ради кого-то они это делают. Почему мужчины зарабатывают деньги? Ему самому ничего не надо. У него вот единственная мебель, я не знаю, кровать там, покушать, носки на подоконнике, и все. Ему ничего не надо. Занавески, безумие, зачем занавески нужны? В чем нужны занавески? Все так нормально. Но когда для кого-то начинает работать, потому что надо, кому-то надо. Кто-то его вдохновляет, ради кого-то он это делает. А если никому не надо, он ничего не будет делать. Женщина не будет одеваться, что-то там, какие-то наряды, кому это понимаете? И вот эта потребность быть нужным кому-то. Они говорят, люди придерживающиеся этой философии, они говорят, что эта потребность быть нужным, она в нашей природе заложена, потому что мы по природе части, части целого. И надо, чтобы какое-то целое, кто-то со стороны говорил, ты нужен мне. Надо чувствовать, чтобы мы чувствовали, что мы нужны. Без этого жизнь не мила. И вот эта потребность быть нужным, она всегда есть и всегда проявляется. Всегда проявляется. Я нужен, самый крайний вариант, я нужен своим чувствам. Ради чувств буду жить. Тараканы живут ради своих чувств. Люди могут жить для чувств своих близких. Но всегда нужно кому-то отдавать. Кому-то надо. И мы с вами, смотрите, не самодостаточны. Мы не можем просто так щелкать пальцами и счастье появилось. Надо всегда кому-то подойти. К чему-то, кому-то, какому-то процессу, какому-то пирожку, какому-то человеку. И когда мы к нему обращаемся, то какое-то счастье идет. Само не приходит. Какой-то медитации, какой-то молитве. Мы не сами по себе. К чему-то нужно обращаться. И вот эта философия говорит о том, что сознание тоже трансцендентно, не из этого мира. И этот мир не дом его. Но оно является частью и счастье для этой части жить в гармонии с целым. Слугой Бога, Любой к Богу, рабом Бога быть. Разные уже такие темы. Но идея в том, что я должен жить в гармонии с этим целым. И что для него счастье? Счастье для него делает жить в гармонии. Страдания для него, когда он живет не в гармонии. Соответственно он устраивает свою жизнь так, чтобы жить в гармонии, законами этого Творца. И его совершенство, его жизни в том, чтобы любить этого Творца. Любой к Богу говорит. И есть примеры таких людей, влюбленных в Бога людей, странные конечно существа, но как-то счастливые. В этом мире только две категории людей счастливые, идиоты и святые. Люди, которые достигали этого совершенства, такого понимания, они были счастливы. Даже хотя у них для комфорта тела ничего не было. Такая вот вещь. И у кого учиться этому человеку? Вот если кто-то хочет научиться вот такой жизни, ему нужно соответственно учиться у того, кто влюблен в Бога. те, кто все время, как влюбленные люди живут, они все время говорят о нем, они все время делают что-то для него, думают о нем, слушают о нем, они делают что-то. И соответственно нужно найти, если кто-то говорит, я вас научу любить Бога, я вас научу тому, что Бог хочет. Надо посмотреть на него и подумать, а он-то понимает, он-то с ним связан, и соответственно если да, то можно у него учиться это. Если нет, то значит, а как он научит? Он не научит это. Как он относится к Богу этот он относится хорошо, а он к нему очень хорошо относится. Вот и вот об этом человеке, когда я буду говорить о духовном учителе, я буду иметь вот этот четвертый вариант. То есть еще раз духовно учителем тот учит жить как душа, то есть учит как жить чтобы было как можно больше хорошо и как можно меньше плохо. Есть четыре представления что может быть хорошо, что может быть плохо. И я как раз вот под этим буду иметь вот этот вариант. Кто может научить тому как общаться с высшим существом? Как общаться с высшим существом? А может быть так, что эти четыре категории живут одновременно и всем классно? Конечно. Да, могут жить, все как-то по-своему живут. Кажда своя правда. И как можно понять кто правее? По уровню счастья. Правильно вы сказали. Вы уж выбирайте какая философия, люди с какой философией более счастливы и как то можете как раз и перекинуть какого счастья вы хотите. Это же очень простая вещь. Если вы приезжаете в Алма-Ату, а у вас карта города Астаны, вы на машине приезжаете в Алма-Ату с карты города Астаны, и вы пытаетесь доехать до Акимата. Какие у вас будут нюансы? Это называется страдание. Потому что у вас карта не та. А если у вас та карта которая в Алма-Ате, то соответственно страдания меньше. Вообще нет страданий никаких. То есть страдание это признак того, что человек с не той картой какой-то. У него карта какая-то не из того источника. Понимаете? Ну не та карта просто. У кого-то примерно такая. Знаете, него карта Алматы 1600 какого-то года. Ну уже примерно там как-то он рулит, ты уже не Астана. Чувствуете, да? Поэтому можно выбрать. Вот есть четыре этих философии представления и они все счастливы и сами решайте какое счастье вам больше нравится. И я буду вот об этом человеке говорить. Теперь смотрите когда я описывал этих людей какие у вас мысли возникали вот про эти четыре категории что-то было таким что-то там происходило что эти все признаки они есть знаете с утра значит все мне надоели потом да да бог есть бог есть да 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 молиться бог слышишь я вообще потом значит надо о будущем подумать так о будущем о следующей жизни и было такое надо короче брать все сейчас живем один раз эти четыре мысли эти четыре представления могут быть одновременно у человека и это на самом деле так и есть смотрите в нашем сознании все эти четыре представления они вот как если сознание сравнить как калейдоскоп помните там крутишь да и там разные узоры такие так вот у нас одновременно все эти представления есть и человек такой рассеянный такой рассеянного немножечко как бы вот это потом чуть-чуть вот это почему это это нормально это у всех так это так у всех но если вы собираетесь какое-то из этих представлений целенаправленно развивать то вам нужен человек не который калейдоскоп а который достиг успеха в каком-то представлении да ведь если у него такой же калейдоскоп и вы с ним как бы там учитесь у него жизни, то будут проблемы. Вы не научитесь, не будет, ну, то есть все будет путаться. Поэтому для духовного наставника, для духовного учителя должно быть то, что этот человек целостный, что этот человек достиг успеха в своем мировоззрении. Но если ты такой, ну, как бы весь специалист по жизни 70 лет, ну, покажи, как тебе удается жить лучше, чем всем остальным. Где твои факты? Если ты говоришь о общении с Творцом, с Богом, ну-ка, покажи, где признаки-то, как ты с ним общаешься. Если ты говоришь о карме, знании морали, то как ты живешь вообще? Что-то не видно. Уловили, да? Поэтому вот этот наставник, он должен быть идеалом в этой сфере, которую вы собираетесь разбирать. И обманщики – это те, кто там, не знаю, там, говорит, «Я вас научу», а сам в этом не разбирается. Это обманщики. И мы поэтому будем описывать качество человека, который с Богом общается. Вот у него надо спрашивать. И при том, смотрите, я могу находиться вот как калейдоскоп, да? Я могу в самом начале каком-то находиться в его развитии, но чтобы мне развиваться, мне нужно спрашивать такого специалиста. И вот эти четыре специалиста, они будут давать разные советы по одному и тому же вопросу. Вы переходите в магазин и хотите купить 151-е сапоги. И думаете, покупать или нет? Ну, такой пример, понятный для всех. Вот покупать или нет, там, третью машину. И вы звоните, значит, так утрирую, звоните первому, который вот 70 лет живем. Звонит и спрашивает, ну что, покупать мне 151-е сапоги? Конечно. Почему? Один раз живем. Один раз живем, да? Если очень хочешь. Не-не, очень хочешь, купи, а денег же можно сэкономить и поехать на Гавайи. То есть он начинает вот с этой темы. Что выгоднее для твоих чувств, да? Как лучше, как бы, вот, может быть, и не стоит. А может и стоит, да? Видите, как? Когда резать же надо, покупай. Покупай, да? Окей, ладно, купили. Ладно, купили. Звоним второму человеку, звоним второму человеку, который, там, с моралью, там, который покармит, да? Что он спросит? А из чего сапоги? Ну как из чего? Из коровы. Из коровы неблагоприятно. Не надо. На какие деньги? Вот. Ипотеку взял? О, не надо лучше. Верни деньги. Вот. Потом хуже будет. В следующей жизни, там, родишься коровой, которую съедят. Третьему звонит. Который, значит, в Гималаях сидит. Который, где я, где ты, не понимает. Он говорит, алло, это я. А, это я. Что тебе надо? Хочу сапоги купить, 151-е. Зачем тебе сапоги? Зачем тебе сапоги? У тебя же есть, в чем ходить. Ну, как бы, ну, вот там хочется. Так, ерунда, это все. Выкинь это все из головы. У тебя же есть. Это уже чересчур. Это тебя сильно привязывает. Больше страдать будешь. Когда выкинут эти 151-е сапоги, будешь страдать больше. Понимаешь? Ну, ладно, ладно. Звонит четвертому человеку, да, который там с Богом там как-то связан. Вот. Любит Бога. Спрашивает. Ну, что покупать? Покупать. А приблизит ли это тебе к Богу? Может, потратишь эти деньги на какие-то более экологичные способы, какие-то благие цели. Вот. На Бога можешь потратить. У тебя же уже есть, в чем ходить. Потрать это. Или купить и сапоги тем, кому не в чем ходить. Ну, видите, да? Одна и та же ситуация. Разные люди будут давать разные советы. У них разные ценности в жизни. Так? Теперь вопросы, может быть, есть о том, что мы говорили? Здесь там золотая середина, чтобы вот как-то и туда, вот. И туда чуть-чуть, и как бы. Да, и туда. Не, вот я зачем, я зачем вот про сапоги сказал вам. Зачем я говорю про сапоги, да? Объясняю. Что вот этот человек, который вначале стоит пути, смотрите, вот есть как бы путь, вот это совершенство, да? А вот это вот, ну, как бы мы здесь, вот вначале стоит. И вот каким образом, и, соответственно, я же, значит, тут со своими сапогами, да, привязан ко всему этому. И как мне, как мне с этими сапогами, да, идти туда? Вот в чем фокус. Сапога. Сапога, да. Как мне идти? И, соответственно, если я обращусь к такому, к тому, кто связан с Богом, да, он мне подскажет, как мне вот с этим вот начать идти туда, чтобы постепенно, постепенно, постепенно интересы мои менялись. Если я обращусь, ну, к какому-то другому человеку, да, он будет меня вести в другое место. То есть никто там сразу, так не бывает, сразу человек раз и за секунду изменился. Никакого не бывает никогда. Так не бывает. Не, есть, конечно, примеры, там, когда такое иногда случается, но обычно так не бывает. Поэтому как мне с этими всеми вот нюансами так жить, чтобы это приближало меня туда, а не назад? Это нормально? Вот. То есть не сразу, да. Оставьте себе сапоги, нормально. Вот. Но потом уже 152-й уже не надо покупать. Да, уже не надо. Уже сами не хотите. Вот. То есть с чего начать, что начать, ну, как бы вот менять, как правильно покупать сапоги, как правильно готовить, как правильно это все надо уже учиться у этого человека, который разбирается вот в этой философии. Если будет, вот выберите, какой вам нужен. Вот. Если, соответственно, вам нужен какой-то из трех вариантов, то тогда завтра можно не приходить. Вот. Если у вас... В четверг, да. Завтра точно не надо приходить. И в четверг тоже. Но если вас интересует, а как вот выглядит человек, который может меня к Творцу, вот, как часть, да, почувствовать себя частью, возлюбленным Богом, то надо найти именно такого человека, и он нам объяснит, как мне сапогами начать туда идти, вот, чтобы дойти до этого совершенства, о котором он говорит. Вот. Я думаю, у вас был опыт, вот, когда вы обращались к Богу, да, вот это чувство, что там есть кто-то, да, живой, вот это развивается. Но чтобы это развить, нужен такой специалист, который достиг в этом успеха. Теперь я хотел бы поговорить о том, а должен ли такой специалист быть обязательно человеком? Зачем человек? Ну, я сам как бы могу. Вот. Я сам могу. Все же мы там, ну, чувствуем, да, женщины здесь, большинство женщин, они все-таки, я чувствую, да, как тебе человек, чувствую хорошее. Вот. Насколько можно доверять своим чувствам, да? А для того, чтобы разобраться, нужен ли живой человек, или достаточно доверить своему сердцу, вот, мы давайте проведем эксперимент с вами, эксперимент, о том, как мы вообще познаем мир, как мы вообще познаем мир. Вот. Давайте вот, вот как вас зовут? Мади. Мади. Вот. Можете вот сюда вот выйти? У вас есть образование высшее, да? Да. Есть, да? Какое? Техническое. Техническое. Очень хорошо. Да, прям садитесь, да. Значит, еще раз, как? Мади. Мади. На конце Н? Или И? Ди. Мади. Мади. Вот. Значит, проведем эксперимент. Вот. Человек с высшим образованием, вот, это не просто, да, какой-то с улицы, слесарь, вот, а научный эксперимент. Вот сейчас я вам дам одну вещь, одну вещь я вам дам, да? Вот. И вам надо в течение 30 секунд понять, что это такое. Вы не подсказывайте. Никто не подсказывает. Можете внутри как-то за него переживать, там, как-то, но не подсказывать. И через 30 секунд Мади должен нам сказать, к какому выводу привели его исследования этого предмета, что он может о нем сказать, об этом предмете. Вот. А мы сейчас узнаем. Да? Вот вам предмет. Вот. 30 секунд. Время пошло. Можете переживать за него, но не подсказывайте. Не видно, да? Сейчас я вам всем тоже покажу. Энергетически можете им помогать там как-то. Все время вышло. Все время вышло. Да, давайте. Показывайте вот эту вот вещь и объясняйте, что это, по вашему мнению, такое. и потом... Да, вот. Не берите в руки. Не, не, не. Пусть у него будет. Вот такой квадратичек, вот такой квадратичек. Видите, да? Вот так вот. Я тебя пройдусь, да? Не, не, все, хватит. Все, объясняйте, что это такое. Да мне самым интересно, что это такое. Ну, какие версии у вас есть? Какая версия, то, что это какая-то мантра с древней официальной. Так. Вот. Вот такая версия, да? Да. А что именно написано, на каком... Что это за язык, то есть, что за иероглифы, то есть... Я понять не могу. А почему вы... Каким образом вы пришли к этому выводу? Объясните нам вот весь ваш научный подход к этому, как вы это изучали, с чего все началось. Что вы делали, чтобы прийти к этому выводу, который вы только что сказали? Что вы делали? Вспомните, что вы делали? Ну, очевидно, я где-то это видел, то есть... Вот сейчас что вы делали, когда он дал в руки эту вещь, да? Да. Как вы это исследовали, что пришли к такому выводу? Что вы делали? Ну, я смотрел на это. Смотрите, первое смотрел, да? Смотрел. А второе? Ну, сначала посмотрел, то есть, и дальше уже начал соображать. Соображать. Значит, сопоставлять вот эти вот вещи с тем, что у вас уже было. Что да. То есть, что... Может быть, это мне уже знакомо. Да, да. Сходя из моего опыта. Это вот две вещи, которым пользовался Амади. Да, правильно? Да. Вот. Он пользовался двумя вещами. Первое называется Пратьякша. Акша значит глаза, а Пратья значит то, что перед глазами. Первое, он начал смотреть на это. Смотреть, и он также еще крутил. Заметили? Смотрел и крутил. Вот он пользовался... Может быть так, может быть так. Просто не знаю, какой тут порядок. Вот. Потом он стал думать. И думать означает Анумана. Анумана значит следовать за умом. Он стал размышлять. У него какой-то опыт жизни есть, да? Вот какие там слова мантры он знает, да? Иероглифы знает. Похоже на иероглифы, мантры. И вот он начал. И какой-то вывод он сказал, что это... Что это? Еще раз. Что это мантры из древних писаний. Ну я с найдем. Из древних писаний. Мантры из древних писаний. Как вы думаете, он понял, что это такое? Нет. Нет. Ну как нет? Чуть-чуть понял. Ну насколько он понял? Насколько он понял? Силу своего опыта. Силу своего опыта, да. Убавливаете, да? Как же узнать, что это такое? Надо спросить узнать. Да, я тоже не знаю, кстати. Это факт. Это защитная янтра. Это точно. Защитная янтра. Я тоже не знаю, что здесь написано. Поэтому надо спросить у того, кто знает. Почти угадал, да. И это так... Спасибо. Спасибо. Это простая вещь, да? Это можно посмотреть, пощупать, да? А вот можно пощупать психику? Можно? Чуть-чуть. Ну вопросами. Вопросами еще как... Это уже сложнее, да? Вот. В камере еще... А? Время, да, можно. Нужно. В камере еще мы методом тыка как-то можем, да? В айфоне разобраться, да? Сейчас люди покупают айфоны, да? И пытаются сами разобраться. Что-то там умеют делать, да? Там звонить, по крайней мере. Но там можно больше делать. Но почему-то не спрашивают. Вот. То есть есть три метода, как мы познаем, как нужно поступать. Это смотрим, думаем, и третье, спрашиваем у того, кто разбирается. Поэтому мы с вами, конечно, можем и сами попытаться разобраться, как и что. Но вот смотрите, даже в такой маленькой вот этой штучке, да, человек с высшим образованием техническим не понял. А если мы возьмем психику, там еще сложнее. А если мы возьмем что-то трансцендентное, вообще не пощупать, мозгами не придумать. И люди, каждый говорит, о, это я сам разбираюсь, я сам пойму. Значит, математику надо учить, да? Тут сам не поймешь. Почему бы не приходить к уроку по математике, и говорит, я думаю, что вот так вот надо. И нас не с этим экзамен. Или приходим, и говорит, я думаю, вот так надо лечить вот этого человека, врачу, да? А там надо лечить мухоморами. Народное средство, народное средство. Там один умелец стал с кипидаром этим, ну, лечить людей. Вот. Он думает, что это как, так же, как там красить, и вот так же лечить с кипидаром можно. Ну, вот так вот может происходить. То есть, чем тоньше вещь, тем труднее нам своими руками, глазами, мозгами понять это. Поэтому единственный вариант остается, спрашивать надо. А что, ну, вы спросите, а есть ли вот те, кто могут напрямую, да? Конечно же, есть. Бхага Бадгита говорит, что вот этот стих «Сарвайся чахам хриди сани вишта матах смритир гьянама поханамща», что сверхдуша, творец и сердце дают нам разум, память и забвение. То есть, по идее, все мысли, которые к нам приходят, они приходят с санкцией сверхсознания. Поэтому можно сказать, что все слышат голос Бога. Но единственная проблема, что этот голос Бога говорит им то, чего они хотели. Ничего Он хочет, а чего хочет тот, кто живет в этом теле. И поэтому, смотрите, наши вот эти вот всякие… «Откуда это хочу появляется?» Чего? «Хочу»? «С прошлых?» Нам напоминает с прошлого. «Какое хочу появляться?» «Вот вы говорите, мы слышим то, что мы хотим, а не то, что Он нам говорит. Откуда тогда это «хочу» появляется?» «Отанасши хочу». То есть, я хочу чего-нибудь в этом мире. Ну, пример привожу, да? «Я хочу…» «Через зрение, через чувства?» «Откуда появились эти «хочу»?» «Изо общения с этим миром, да?» «Мы много жизней здесь живем, у нас там столько «хочу» от этих жизней». «И представьте такую ситуацию, жизненная ситуация. Стоит гаишник. «О чем думает гаишник?» «Хочу очень сильно заработать». Он об этом думает постоянно. Очень сильно хочет, очень сильно хочет. Там молится как-то, если он верующий человек. Очень хочется заработать. И вы едете без прав. Ну, как он знал вообще? Откуда он чувствует? Ему подсказывают. Он очень хочет. Ему подсказывают. Кого надо остановить? Мы с одним другом моим… «Нюхну это». «Нюх? Откуда нюх ты берешь?» «Из сердца подсказывают». Это то, что вы говорите. «Я чувствую». Что значит «я чувствую?» «Я чего-то хочу, и мне из сердца подсказывают, куда надо идти, чтобы исполнить свое «хочу». Это связано с кармой тоже. Не всем это подсказывают. От кармы зависит отдельная тема. Это то, что интуиция называется. Это то, что называется интуиция. Вот это называется интуиция. Женская интуиция, мужская интуиция, гаишная интуиция, таможенная интуиция. Конкретный был случай. Мы с другом ехали в Индию, а он такой богатый человек, но мы оделись в эти майки, в шорты, едем в Индию. И я прохожу, его останавливают, эти таможенники, останавливают, пройдемте, там его всего досматривают. Он выходит смеется, как они узнали вообще? Но у них интуиция. Также есть такая вещь, как совесть. Совесть подсказывает совесть. Но совесть тоже подсказывает ровно настолько. Что такое совесть? Она говорит вам, когда вы поступаете ниже своего обычного морального уровня. Поэтому совесть у всех разная. Да, ведь? Да. Ну, ваше воспитание, какой-то моральный уровень, если вы вдруг поступаете ниже, то там из сердца начинается угрызение совести. Поэтому вот можно ли на совесть положиться? Ведь она просто говорит, что я сейчас ниже, чем я обычно поступаю. Поэтому это тоже, конечно же, это голос сверхдуши, но она говорит, ты сейчас ниже поступил, чем обычно поступаешь. Интуиция. Голос сверхдуши, но она говорит, как тебе обрести то, что ты хочешь. Поэтому эти все вещи, они не помогут. Потому что мы, пока у человека сердце грязное, он не услышит, что хочет сама сверхдуша, что он не хочет знать, что она хочет. Он интересуется своим. Поэтому есть в Бхагавадгидсе стих, который говорит, кто может слышать голос Бога в своем сердце? Тот, кто лишен материальных желаний. Вот он может видеть и может слышать Бога. И качество такого человека мы будем разбирать. У кого можно научиться, да? Учиться, кто напрямую по Wi-Fi связан с Богом. А самому, если ум вдруг у вас еще не чист, то он подсказывает вам, да, и сердце. Но именно то, что вы хотите. Это может быть ошибка. Хотел страшную историю про совесть рассказать. Не знаю. Вспеваем мы, да? Значит, история такая. И у нас еще последний останется интерактив. Мы успеем. Мы успеем это сделать. У нас есть время. Там «Человек и закон» была такая передача. Я давно-давно смотрел. Ну, какие-то 80-е годы какие-то. И там сюжет. У меня на всю жизнь запомнился этот сюжет. Значит, судили мужчину и женщину за убийство. Они убили какую-то свою там сожительницу, подругу. Вот отрезали ей ножом голову просто. Так раз, голову отрезали. И, значит, корреспондент спрашивает «А как там получилось? Зачем там?» И вот женщина, которая была, которая держала голову, а тот ее резал, она спрашивает «А как вот чего там?» И она объясняет эта женщина, убийца. Она говорит «Знаете, когда мы ей отрезали голову, у нее с груди, с груди, крестик свалился. И я понимаю, брать чужой крестик – это грех». Поэтому мы этот крестик ей в рот положили. Ну, совесть есть же у человека, да? Ну, голову отрезать нормально, да? А вот чужой крестик взять – это уже грех. Это уже ниже тех принципов, по которым я живу. Поэтому совесть его стало мучить, что вот нельзя брать. Вот такая она совесть. Вот такая совесть и вот такая интуиция. Если мы будем, ну, как бы полагаться на это, то, конечно же, что-то нам скажут, но вот это скажет, то, чего мы хотим, а не то, что на самом деле есть. Поэтому нужен какой-то живой человек. Но смотрите, вот последнее, о чем мы сейчас будем говорить. Хорошо, я хочу, конечно, научиться вот тому, как жить по божеским законам, да? И для этого понимаю, самому не понять, потому что там совесть моя, она как бы что только не скажет. если очень хочется, то можно. Но, получается, надо у какого-то живого человека спрашивать. А нас же столько раз обманывали. Столько раз обманывали. И поэтому, знаете, я еще хотел сейчас вас спросить. Вот давайте вот 30 секунд подумайте. 30 секунд. И, ну, как бы в сердце покопайтесь. Вот. А кому было лично вы поверили? Лично вы поверили, что этот человек знает, что хочет Бог? Что это не террорист? Что это не этот самый, да? Ну, фанатик какой-то. Что он точно знает, что он хочет Бог? Что хочет Бог? Какие у него качества? Или какое у него, что-то такое у него есть? Из-за чего, вот кому бы вы поверили? И мы напишем это на доске, просто посмотрим. Кому бы вы, можно не, как бы, не смущаться, что вы как-то будете не похожи, да? Вот. Ну, вот честно, кому бы вы поверили? Да? 30 секунд. Понятно задание вам, да? Какие качества у него, или как он выглядит, или какие у него уши, какие у него ноги, какие у него глаза, какие у него одежды, какой у него характер. Не важно, что вы скажете, но лишь бы это было честно, что вы этому поверили человеку. Ой, можете позаписывать? Да. Сейчас, когда начну. Я уже устал постоять просто. Получилось? Смотрите, а то обманут вас. Просто обманут. Давайте подумаем, да, каковы же качества такого человека, кому бы вы лично сами поверили. Кто хочет сказать? Да. Сначала слушает, потом говорит. Слушает? Сначала он слушает, потом говорит. Вот такому бы поверили, да? Уравновешенному человеку поверили. Если какой-то уравновешенный человек скажет, я знаю, что хочет Бог, вы говорите, я верю тебе. Так? Одну из качеств. Никакое самое-самое. Бескорыстное. Качество, как он выглядит, как хотите. Образ его. Кто говорит? Реализовал-то, что ли? Давайте по очереди, да? Значит, кто сказал бескорыстный? Кто-то сказал, да? Бескорыстный. Почему бы вы поверили бескорыстному человеку? Нет никакой заинтересованности. Нет заинтересованности. Нет заинтересованности, значит, нет повода обманывать, да? Да. То есть бескорыстному человеку вы бы поверили, да? Окей. Еще бы хотели сказать? Реализовал-то, что он говорит. что он реализовал он делает то что говорит если он говорит о боге да а любви к богу то он сам буквально этому следует пути следует он писали он делает то что говорит умею ввиду что он делает и а почему бы поверили такому чего очень логично если он сам этого не достиг то соответственно как он об этом может научить еще и как по каким поступкам то есть почему вот поступки бы вас мы бы не знали по поступкам да 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 то есть мы сейчас говорим о каких поступков которым бы вы поверили на сначала надо узнать что это за поступки такие если этот человек действует ну вот дело то что говорит и здесь напишем именно в отношении бога в отношении бога окей да вы хотели что-то сказать нет давайте по очереди да он искренне служит другим людям то есть если этот человек будет служить другим людям почему это вас убедит потому что ему опять-таки ничего не надо то есть у него такая природа что отдавать другим и а почему именно вот это вот именно отдавание другим для вас критерий да душа такая по вашему отдавать отдавать другим напишите отдает другим это как бы критерий для вас если он корыстный человек тоже дает другим но как бы я я тебе ты мне я тебе ты меня он дает а он не грязный просто он просто отдает и ничего за это не хочет отдавать другим ничего не хотят но это его уже как бы дело как он узнает он будет наблюдать за этим если вдруг она это увидит он поверит этому человеку как долго будете наблюдать как долго будете код как вот вы такое увидите не знаю не думал об этом еще но и поверил бы такого у кого вы сейчас все то есть вы бы поверили если внутренний голос бы сказал напишите внутренний голос если внутренний голос скажет да ему можно верить я ему буду верить если внутренний голос скажешь не надо верить я не буду верить почему внутренний голос пути я согласен я сейчас не сейчас не при я сейчас смотрите я сейчас не для того чтобы панализировать да вот это это лично ваше дело вот каждого делу кто-то вот так кто-то вот так я просто немножечко спрашиваешь ты я немножечко спрашиваю для того чтобы вы но чуть-чуть задумался почему выбрали этот критерий а так то я не против ваших критерий что вы хотели сказать в другие говорят что он духовный человек вот если другие будут говорить репутация давай другие и репутация мышцами другим окей что все да нет не хотите кому бы вы поверили да уже есть такое но вся его жизнь служение богу только надо узнать сначала что это такое да как это выглядит как вы себе представляете да да как вы это представляете как вы поймете да как это будет выглядеть что он служит служит богу да вы собираетесь верить такому человеку надо понять как это выглядит меня мне интересно что вы думаете как это будет выглядеть я тогда расскажу вам если спросите у других я расскажу окей хорошо кто живет поведом в это вы пропадал по всей его жизнь послужение богу да вы поэтому да ваш критерий ваш критерий что он знает писание напишите значит он поверил бы человек который знает писание да и и знает и следует да а почему бы вы поверили такому человеку вы доверяете святым писанием окей вы доверяете поэтому если кто и знает следует вы будете верить этому человеку у него есть духовный учитель если у человека есть духовный учитель похоже он не придумал мы сейчас не анализируем и просто каждый говорит что его вдохновляет вот он может прикинуться понятно не она же будет проверять правильно она же спросит паспорт все еще давайте да стоп 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 подождите хороший критерий то есть он сказал да я попробовал и я действительно стал ближе к богу опыт да опыт то что то что он говорит работы да кто-то хотел здесь вы хотели сказать почему я получил его знание я понимаю что это разумно это правильно то есть если я чувствую что это разумно я бы верил бы ему окей верю разумности ищем учителя мы с вами еще не разумный как мы можем понять разум вот кому бы вы поверили бы а вы не знаете все люди то знают чудо давайте напишем если а какое какое чудо вылечил если кто-то при мне без всяких лекарств просто чудесным образом кого-то вылечивает я бы у него спросил а как вообще с богом связаться воскресе вообще круче воскресенный если кто-то при мне воскрешают умершего то похоже человек разбирается в духовной науке подождите на чего еще вы все вы это чем ручки не хотят добавить чтобы это была непрерывная цепь учителя чтобы у него значит у него есть духовный учитель и это как бы школа это целая школа из сну давно как бы проверенный окей хорошо ко всем живым существом почему почему для вас это считается вы поверили это ничего потому что он будет ко всем живым существам относиться как к творению и критерии критерий критерий если вас кто-то излечит то вы сразу бы поверили вам надо врачам это тоже к чуду вот вы сейчас и аргумент чудо чудо значит любовь ко всем же почему для вас это считается считается вы поверили это ничего потому что он будет ко всем живым существам относиться как к творению и а и что и что и в как это почему и то есть любовь что он ко всем относиться то есть он видит что они все связаны вот если человек видит что все связаны с творцом а это проявляется в том что он одинаково хорошо ко всем относится это для вас критерий какие напишите равное равное видение всех живых существ равна хорошие видимо всех живых существ то есть он может поможет читать мысли до когда это не вот здесь этого здесь будет это то что вот женщина сказала я чувствую сердцем внутренне вот здесь это вот здесь это уже есть вот он говорит и я чувствую говорит то что надо и новые на всякий случай на всякий случай когда вот так куда вы на всякий случай посмотрите откуда стебель как этот растет и почему не так легко ложиться на сердце вот того разберитесь а почему мне так легко это что ложится на сердце, ну, туда вглубь зайдите и посмотрите, чего вы хотите. И, может быть, он просто говорит то, чего вы хотите. Разберитесь, а чего же вы хотите. Если это такая трансцендентная вещь, то это хорошая вещь. А может оказаться, что просто мужик красивый, вот, и всё. Такой трансцендентность просто, он как-то так вот себя ведёт, что мне нравится, симпатизирует, да, как-то. Надо разбираться. Вот с этим сердцем надо быть аккуратнее. Не сердце, а разумом. Разумом тоже. Это та же тема. Та же тема. Да, последний вот ваш. Уравновешенный всегда. Что значит уравновешенный? Проясните мне вот этот момент. Не привязанный человек. Одинаково. Он хорошо, и когда много хорошего, и когда много плохого. И что, и он? Смирен. И что, и что он? Всегда на одной волне. Одинаково встречает и хорошо, и плохо. Напишите. Одинаково встречает и хорошо, и плохо. Почему это для вас критерий? Ну вот это и самое главное, я считаю, показатель того, что он не привязан к этому миру. Он не привязан к этому миру, да. Отречение. То есть одинаково встречает и хорошо, и плохо. Это признак того, что он не ищет счастье в этом мире. Ведь обычно люди, которые ищут счастье в этом мире, они очень резко реагируют. Пришло что-то для чувства? О, хорошо. Не пришло, и плохо. А если человек в этом счастье не ищет, он одинаково встречает и хорошо, и плохо. Да. Нормально. А вот давайте мы на этом… Спасибо большое. Можете свое написать тоже? Хорошо. Какое вам из этих нравится или свое мышление написать? Ну, вообще мне… Я его увидела и понимаю, что… Не понимаю. То есть это внутренний голос. Внутренний голос говорит. Окей, интуиция. Вот. Понятное дело. Я подожду, там же сначала была репутация. Ну ладно, там была репутация. Подождите. Там все вместе было. Все вместе было. Значит, смотрите, такое вам задание. Ну, если кто завтра, а в четверг кто придет? Света в свет. В четверг. В четверг. В четверг. В четверг. В четверг, да. А мы будем встречаться в четверг в семь часов. Для тех, кого интересно разобраться все-таки, как же выглядит человек, который с Богом разговаривает, какие у него качества, по крайней мере, что веды об этом говорят. Веды. Мы будем ссылаться на Святые Писания, на веды, как вы говорите, Святые Писания. А вы узнаете об этом в четверг. Вот. Но до четверга еще подумайте хорошенько над тем, а кому же вы вообще поверили бы. То есть сейчас, может быть, тут как-то, может, времени мало, да? Ну, действительно, вас же обманут просто. Подумайте хорошенько. Может, сердце и подсказывает, да? Вот. Ну, может, не только сердце, может, что-то еще там должно быть. Хорошо? Хорошо. Окей. Мы сегодня узнали с вами о том, что такое духовный учитель. Это тот, кто учит жить как душа. Душа – это сознание. И сознанию нужно всего две вещи. Хорошо, чтобы было, и чтобы не было плохо. Вот. Но так как есть разные представления, что является генератором сознания, есть разные представления о том, что хорошо и что плохо. Мы разобрали с вами четыре варианта и признаки, что человек живет по какому-то из этих четырех вариантов. Мы узнали, что это все у нас есть одновременно. Но если мы хотим что-то развить, какое-то представление, нам нужен человек, который достиг успеха в этом мировоззрении. Вот. И это должен быть живой человек. Потому как сердце что только не подскажет. Вот. И этот живой человек, как он выглядит, вы думали об этом? Как выглядит человек, который общается с Богом? Как он выглядит? Кому бы вы поверили, что он точно общается с Богом? Он точно общается. Подумайте над этим до четверга. А в четверг я вам расскажу о том, что говорят веды по этому поводу. И может быть что-то сойдется у нас? Все. До четверга. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ